Обещает нам по неделю? Обещает, обещает. Обещает в себе. Показывает, что ни какое право не может оправдать. У откровенности с натуральным и ложным правилом, а так само национальным программом это демографичные бескресня Республики Беларусь. Идракосудка останется взгодно с волосом с умретью. Это же, я не знаю, не в какие рамки не укладываются. Именно эти все ускорбления всех реверзных конфессий и все наши действия ежедневно, ежедневно, ежедневно. Применение новых биомедицинских методов во многих случаях позволяет преодолеть ненужный бесплодие. В то же время расширяющееся технологическое вмешательство в процессе рождения человеческой жизни представляет углам на жизнь, любовь и свободу, обладает каждый человек. Здесь основную проблему, конечно, представляют аборты, как демократическая угроза. А также высокий уровень смертности граждан в возрасте наиболее благоприятного для обеспечения воспроизводства населения. Мы пытаемся строить наше государство на основе христианских ценностей. Второй пример. Это фрагмент из речи нашего президента, произнесенный им на встрече с предстоятелями поместных православных церквей 29 июля прошлого года, когда в Минске состоялось торжественное богослужение в честь 1025-летия крещения Руси. Принимая у себя высоких гостей, президент в частности сказал, «Но именно сейчас стало понятно, что не хлебом единым будет жив человек, что не только материальные блага являются определяющими для спокойствия и процветания людей. Сама жизнь заставляет нас снова делать выбор, искать незыблемые духовные ориентиры, определять систему ценностей». Нельзя говорить о том, что это неэффективно. То есть любая акция, любое действие, оно эффективно. Оно выражает точку зрения определенные части нашего общества. Когда мы, представители разных религиозных конфессий, встречаемся вместе и принимаем какую-то общую декларацию, это говорит о том, что мы вместе, мы апеллируем, мы просто вместе кричим, что есть такая проблема. Эта проблема существовала давно, и голос звучал, в первую очередь, от религиозных руководителей, от верующих. И верующие, само собой, понимают, что нельзя убивать плод, это жизнь уже будущего человека. И поэтому все каноны религиозные говорят об этом, истинно верующие исполняли это. Но мне кажется, к большому сожалению, я закон о здравоохранении, который рассматривался ранее, я как-то его упустил просто. И мы, наверное, упустили время до принятия закона, до второго чтения закона в парламенте. Нужно было раньше, но так уж случилось, что надо все равно спасать. Раньше, позже надо спасать положение. Когда говорят, что закон ничего не решит, давайте займемся просветительством. Во-первых, одно другому не мешает, никаким образом. Во-вторых, те, кто настаивает на просвещении, как правило, при всем моем уважении к участникам конференции, просветительством не занимаются. Одно дело, если бы было предложено, я занимаюсь просветительством, я работаю с женщиной, я предлагаю им информацию, после этого 100% они отказываются от аборта. Соответственно, мой метод самый эффективный, даже если абортарии будут открыты, то все равно это будет работать. И все на просветительство, такого, к сожалению, нет. Это во-первых. Во-вторых, самый мощный механизм регулирования отношений, это правовой механизм. Так всегда было. Сколько бы ни занимались пропагандой, информационным обеспечением, просвещением, мы не достигнем такого эффекта, который мы можем достичь запретом абортов. В-третьих, запретительные нормы, они естественны для человека, потому что сама культура, она вышла из табу. И по большому счету, формирование нового нормотворчества необходимо вокруг вопросов жизни и смерти. И в первую очередь, конечно, вокруг вопросов внутриутробных детей, жизни внутриутробных детей. Я очень рада, что сегодняшняя конференция, наконец-то, центром своего внимания, сделана для отробного ребенка. Очень часто в ходе обсуждений есть такая тенденция соскользнуть в риторику, которая присутствует около. Говорить там о жизни, о ценности, говорить о защите семьи, о демографических проблемах, о социальном развитии и так далее, забывая, что речь идет о конкретном ребенке. И вот если мы и в центре своего внимания, и в центре своей жизни будем осознавать присутствие этих внутриутробных детей, то только таким образом, только с таким подходом мы действительно сможем принять и нужный закон, и переориентировать наше общество. Следует помнить, что у нас четыре поколения врачей выросли на абортивной практике. Они воспитаны, они ориентируются по тем учебникам, которые еще были в советское время. Это во-первых. Во-вторых, есть определенные, скажем так, стереотипы шаблонного мышления, которые мы тоже наблюдаем, когда получаем письма в ответ на наши запросы. Нам предлагается набор тезисов, которые не выдерживают никакой критики, говорят о том, что запрет абортов приведет к увлечению детоубийств. Ну как запрет детоубийств может привести, допустим, к увлечению детоубийств? Это рост материнской смертности, что неправда, поскольку после запрета абортов материнская смертность снижается и так далее. Поэтому здесь еще есть такая проблема, действительно, связанная с когнитивной составляющей. Именно нужно изучить проблему всесторонне и узнать, как медицина может существовать без абортов. Есть еще один момент. Дело в том, что аборты у нас сейчас переведены в сферу платных услуг. Плата невысокая, но наличие платных услуг в медицинском учреждении позволяет в течение года сделать определенные накопления, которые затем отчисляются сотрудникам. Кроме того, врач, который проводит хирургические операции, он имеет тоже дополнительную оплату. И аборты – это так называемые внебюджетные средства, в которых учреждения заинтересованы. Поэтому, по большому счету, вот эти составляющие, они накапливаются. И действительно, сотрудникам медицинских учреждений далеко не всем, но, извините, но многим, трудно по-другому взглянуть на проблему отказаться от этой практики, которая приносит доход в том числе. У меня такое ощущение, что нас считают отсталыми, непрофессиональными, некомпетентными. На самом деле, верующие люди – это весомая часть нашего государства, и к нашему мнению стоит прислушаться. Поэтому были направлены письма и в палату представителей, а от нашей организации я лично послала письмо президенту, в главе нашего государства, потому что я хочу, чтобы донести до него, я хочу, чтобы наш глава, наш президент понял, что такое развитое цивилизованное государство, как Республика Беларусь, не может основывать свое развитие на смерти своих же детей. Мы не можем класть в основу развития государства ни экономического, ни медицинского, ни здравоохранения, убийства собственных детей. Итак, давайте, давайте. Продолжение следует...